всем привет привет дорогие подписчики и гости нашего канала сегодня то самое видео про которое я вам раньше говорил это видео о том как мы подготавливаемся к поездке в санкт-петербург но сегодня будет видео не о том что мы возьмем с собой это видео тоже будет о чем что именно мы взяли с собой вот но сегодня мы поговорим о нашей поездки а тут на листочке накидал маленько темы нашего разговора значит мы сегодня поговорим о маршруте как мы поедем через какие города где будем снимать жилье за сколько и наши планы куда мы пойдем в самом городе санкт-петербурге вот давайте сразу перейдем к маршруту этот маршрут нас будет идти через город тотьма в котором мы непосредственно будем ночевать сейчас я открою карты дубль гис чтобы вы сразу же здесь видели у себя на экране так это отметка где мы сейчас находимся давайте сразу проложим маршрут до санкт-петербурга так пункт назначения так санкт-петербург окей все маршрут проложили ехать 1949 километров 2000 километров почти что ехать так и друзья смотрим просто мы решили сделать остановку через тысячу километров я вот этот маршрут взял и просто можно сказать пальцем ткнул в середину всего маршрута и получилось это у нас город тотьма в короче гола город вологда вологодская область город тотьма вот так вот так давайте посмотрим поближе вот у нас получается перь мы выезжаем из перьмы из перьмы так едем в сторону нитвы в сторону потом поворачиваем на кудым кар вот здесь получается у нас развилка поднимаемся выше 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 после менделеева перед карагаем уходим налево вот зеленая полоска вы видите так идем все по ней и самый большой город у нас впереди то есть мы поднимаемся наверх севернее самый большой город у нас так сейчас это город киров вот он это город киров население где-то полмиллиона примерно человек миллиона это 500000 да так после кирова мы так идем на котельничь вот видите котельничь город и до шарьи шарья вот правильно называется шарья идем до шарьи и уже у шарьи сворачиваем наверх но есть дорога прямо можно проехать прямо некоторые вот эти вот как назовем путеводители до навигаторы прокладывают маршрут прямо но там какие то есть поселки вот например поселок буй поселок буй мне сказали видите это название туда не едьте ни в коем случае там дороги километров двести вообще нет там асфальт весь в дырах есть в ямах и сказали лучше бы там асфальта вообще не было чем вот такой асфальт вот так что возвращаемся вот по карте обратно в шарью и мы поднимаемся севернее у нас это санкт-петербург северная столица мы поднимаемся наверх вот тут город никольск или ник никольск никольск наверно или никольск и вот город тотьма это вологодская область у нас мы вот в этом городе там я не помню как краснокамск примерно мы в этом городе должны оказаться он от нас за тысячи километров мы должны оказаться в нем где-то через через 13 часов после отъезда с краснокамска то есть 13 14 часов нам придется ехать 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 и только тогда мы окажемся в городе тотьма там мы ночуем приезжаем 8 вечера примерно 8 в 9 договоримся с квартирой квартиры покажу где будем жить все покажу там мы ночуем и отправляемся дальше в санкт-петербург просто на съемной квартире хотели снять отель но он там стоит что-то две с половиной тысячи за сутки и в общем стоть мы мы выезжаем дальше в сторону вологды вологодская область город вологда ее проезжаем и уходим уже все по северу по северу идем череповец проезжаем питер на севере находит так и вот уже это у нас мне кажется уже ладожское озеро дорога жизни да и вот уже санкт-петербург то есть нам надо проехать целый день вот 13 часов примерно 14 часов до тотьмы с краснокамска до тотьмы и потом из тотьмы до санкт-петербурга еще один день 14 часов в тотьмы мы ночуем только ночь выезжаем мы в воскресенье встаем в воскресенье в 5 утра выезжаем в 6 утра и в тотьме также то есть приезжаем в тотьмы часов 8 отдыхаем маленько ложимся спать сразу же в 5 утра в 6 ну в 5 или в 6 подъем забронирована у нас уже гостиница в санкт-петербурге нас там уже ждут едем мы туда на 7 ночей в гостиницу мансарда гостиница называется мансарда так в общем маршрут мы разобрали а давайте еще раз города вдруг кто-нибудь поедет да пригодится то есть Пермь ну краснокамск Киров Киров Котельнич потом идет Шарья потом Никольск или Никольск потом тотьма большие города да так Вологда Шексна Пикалёво Пикалёво но это я думаю небольшие и так Кировск и уже Санкт-Петербург вот вроде быстро но на самом деле это две тысячи километров туда две тысячи и мы сперва мы сперва хотели поехать еще в Москву но посчитали да что мы потеряем зря время деньги на Москву там пожить один день лучше увеличим время проживания в городе Санкт-Петербурге достопримечательности море куда ходить море мы нам бы это еще все успеть так ладно поехали дальше давайте посмотрим квартиры где мы будем жить в Санкт-Петербурге и в тотьме открываем авито авито и давайте посмотрим сразу так ищем мы недвижимость ищем недвижимость так квартиры снять посуточно это мы сейчас выбираем квартиру в тотьме я вам покажу какие там цены так и выбираем вот я уже тут запрос у меня есть тотьма Вологодская область 11 объявлений 11 объявлений красивый городок небольшой красивый находится на реке вот вы его видите вот у меня уже тут стоит лайк что мне понравилось так но возможно скорее всего мы поедем вот в эту квартиру за полторы тысячи но это за сутки но мы сутки же не будем только за ночь получается до 1500 вот вот такая вот друзья квартира 1500 нормально кухня туалет все чистенько кровати 4 а нет или 5 даже спальных мест может даже 6 но просто квартира нам больше понравилось чем те там квартиры сдаются много душ вот мы проедем надо будет душ принять явно столько уже тысячи проедем километров так ну вот кровати диваны все короче в общем все есть вай фай да чё уютная квартира чисто уютная квартира 6 спальных мест вот мы поедем по пути я думаю мы просто по пути эту квартиру сможем забронировать вот на один день так это что касается у нас тотьмы а что касается у нас санкт-петербурга это уже отель давайте посмотрим его так я забил запрос отель мансарда нас сразу же перекинуло в букинг это там отели до снимать так давайте вот посмотрим сразу забьем дату так 25 мы выезжаем 26 вечера мы там с 26 по 3 мая мы будем там 7 ночей так взрослых двое детей так детей двое сейчас настя 11 лет и димка 9 лет и димка 9 лет окей так применить найти смотрим сейчас даже примерно покажу какая у нас будет гостиница какой будет у нас номер так гостевой дом а вот тут написано распродано уже вот ну фотки можем посмотреть все все забронировано друзья ничего не осталось представляете ни одного ну там номеров 12 всего ни одного номера смотрите как там расположение так в общем вот такой вот а во у них самая фишка они находятся на шестом этаже и у них есть вот такой вот вид панорама то есть мы можем выйти на крышу и там вот такая вот площадка оборудованная там стоит чайник даже раковина стоит можно чай попить там или кофе конфеты без шоколадки бесплатно все входит без без ограничений сколько хочешь можешь там кушать шоколадки вот и смотреть любоваться красотой получается с седьмого с крыши с седьмого этажа так а у нас другая квартира будет вот дают шоколадки видите лежат шоколадки это бесплатно так у нас будет знаете какая квартира комната не квартира комната душевая все есть вот душевая здесь так я сейчас хочу показать примерно вот примерно у нас будет вот такая у нас будут стоять две кровати рядом вот они двухспальные обе вот на одной дима на другой мы с алой ну или может мы с димой двоем девочки девочки будут спать посмотрим то есть микроволновка все дела стоит 1800 наш номер стоил 1800 очень дорого мы хотели снимать сперва квартиру я в общем начал списываться за квартиру в Санкт-Петербурге он говорит две пятьсот а у нас попадает получается первое мая там второе третье он говорит за те дни вырастает цена за сутки шесть тысяч платеж такие цены космические вообще короче мы начали искать уже отель и нашли в отеле 1800 1800 за сутки независимо первое мая девятая двадцатая хоть какое праздники не праздники цена одна цена не меняется это нам очень понравилось вот в общем такой чистенький уютненький отель вот еще раз показано вот это вот площадка смотрите какая смотровая туда можно выйти это стоит бинокль у нас можно выйти посмотреть в бинокль на ночной на ночной Петербург вот вот класс нравится мы с ними списывались уже все конкретно бронь все есть все отлично в каждом номере микроволновка не в каждом номере есть душ вот а мы взяли маленько подороже ну в нашем номере уже есть душ если что-то приготовить то есть общая кухня туда выйти а разогреть уже можно просто в своем номере ну в принципе я думаю с номером понятно находится он кстати на улице Жуковского 9 и в этом доме жил Маяковский в 1915 году а на соседней улице на берегу там река Мойка я так понимаю там квартира Пушкина вот в нее мы пойдем так давайте поговорим куда мы пойдем в Санкт-Петербурге какие наши планы ну мы сперва решаем просто приехать в Санкт-Петербург кстати там никак не получается нам найти бесплатную парковку это раз придется платить за стоянку машины 1 час 60 рублей мы звонили в отель спрашивали можно ли что-то как-то решить как-то этот вопрос как бы может ну при отеле какая-то стоянка есть нет при отеле ничего нет к сожалению короче будем стоять на обычной стоянке не на обычной стоянке вот парковка как вот в Перми например просто под знаком стоишь под этим и все никакая не оборудованная территория а просто под знаком так получается значит час 60 рублей ночью не берется платеж то есть с восьми утра до восьми вечера час 60 рублей ночью с восьми вечера до восьми утра бесплатно но это все равно много представляете шестьдесят рублей в час это днем семьсот двадцать рублей получается двенадцать часов а мы семь дней будем там короче мы прикинули потому что мы машину иногда будем брать съездить там куда-то да что вот как бы у нас где-то должно выйти за стоянку три тысячи так ладно о стоянке поговорили хотя даже об этом забыл честно говоря не планировал но это такая тоже имейте ввиду если поедете то там с машинами куда-то поставить там близко например может возможности не быть так сперва мы приезжаем давайте поговорим о том да куда мы эээ собираемся пойти мы сперва приезжаем в общем в Санкт-Петербург и куда мы идем в первый день наверное Пушкин да мы пойдем мы пойдем просто погулять мы пойдем мы приезжаем вечером он ближе всех да мы приезжаем вечером вещи в номер все спим утром встаем спокойно высыпаемся и просто выходим в Санкт-Петербург гулять пока не знаем куда идти да чё но мы находимся в центре мы находимся на берегу реки фонтанка вот фонтанка да фонтанка чижик-пыжик где ты был вот мы находимся на берегу реки фонтанка и там недалеко находится квартира Пушкина в которой он жил то есть там писал пистолет там у него под стеклом лежит перо ивонное настоящее диван представляете на котором он на котором умер после дуэли ну там много чего то есть реальных вещей ивонных подлинных так сказать вот мы пойдем туда и погуляем по Питеру посмотрим Исаакиевский собор как он называется дворцовую площадь возможно посмотрим корабль Аврора не знаю вовнутрь пойдем не пойдем но снаружи пофоткаться это обязательно как бы у корабля Аврора это точно так это что касаемо первого дня то есть мы хотим просто по Питеру погулять мосты посмотреть ну просто не ночью мосты кстати разводят только ночью пол второго пол второго да с пол второго ночи до пол четвертого вроде бы утра получается ночью часа на три их только поднимают и все есть даже ночная прогулка на кораблике под мостами мосты светятся красиво все но мы тоже пойдем на эту прогулку на кораблике но пойдем днем чтоб было все видно там практически по всему Питеру плаваешь так давайте по порядку квартира Пушкина пойдем это пойдем в первый день точно зимний дворец Эрмитаж он очень большой там много разных как сказать там была Екатерина первая да Петр первый там конечно все цари кто они романовы вся династия романовых все там мы получается вот в этом Эрмитаже не знаю пока куда еще пойдем но зимний дворец обязательно это он как бы один получается да там еще много разных я честно говоря не знаю вот лишь бы хватило времени и финансов хватило бы это все ходить ну и сил конечно же но сил я думаю хватит финансов и времени мне лишь бы хватило так зимний дворец Петергоф там два парка нижний с фонтанами дети кстати дети до 16 лет бесплатно могут ходить с Петергоф там очень красивые фонтаны золотые такие ой прямо они открываются открытие фонтанов 24 апреля то есть они уже будут работать когда мы туда приедем вот это мы все посмотрим по парку погуляем конечно сейчас еще весна только все начинает расцветать да погода конечно нам еще не очень конечно мы поедем будет дождик и там дождик будет в Санкт-Петербурге и здесь у нас на Урале дождик ну ладно я думаю мы себе настроение этим не испортим мы все равно собрались уже все мы конкретно все поедем так погуляем по Петергофу нижний парк верхний парк в самом дворце походим Петропавловский собор вот еще куда мы хотим зайти это Петропавловский собор это друзья я раньше даже не знал что это есть на самом деле но это есть это короче такое здание желтое желтое со шпилем с таким похоже как в Перми по старому мосту едешь и слева здание стоит желтое такое где картинная галерея со шпилем такое желтое и в этом желтом здании оно как церковь стоят гробы саркофаги аааа там похоронено сорок сорок шесть что ли ну всех вот таких вот как сказать царей там цариц цариц и в общем там есть как саркофаг Петр Первый то есть там реально лежит Петр Первый и Екатерина Вторая и Екатерина Первая жена да получается и Елизавета Вторая там вроде даже привезли сейчас семью то есть царскую семью Николай Второй все всех вроде как бы нашли останки и все туда привезли нет там цари вот всех всех туда привезли так что мы хотим Петропавловский собор посетить обязательно тоже дальше прогулка на кораблике я уже говорил это по Малой Неве вроде бы а может там по большой там есть Малая Нева есть Большая Нева в общем поплавать по городу посмотреть как город выглядит говорят очень красиво реально очень красиво и там аудиогид все рассказывает вот так хотим туда разводные мосты выйдем смотреть специально ночью в 2 часа ночи не поленимся подождите встанем и пойдем гулять по ночному Питеру ночью в 2 часа ночи подождите не на корабле да нет это уже это уже не на корабле на корабле днем да это уже пешком потом пешком еще вот я не записал а вспомнил есть еще полуденный выстрел из пушки да я вот не знаю удастся нам подстрелять или нет есть полуденный выстрел из пушки каждые 12 часов по Москве стреляет пушка это кто говорил это кто вот этот говорил там то что пушка должна выстрелить так Петр первый это с тех далеких времен еще так все равно еще выстреливает разводные мосты пойдем смотреть ночью просто гуляя по берегу в 2 часа ночи ночью пойдем гулять часа на 2 наверное примерно мы там кстати недалеко находимся от них так хотим посетить местный зоопарк по интернету посмотрел вроде бы красиво мне понравилось так же хотим посмотреть посмотреть океанариум ну офигенная штука мне понравилось там акулу даже водолаз я их никогда не видела там в общем я вот в интернете смотрел такой туннель стеклянный это полностью аквариум и ты получается прямо в аквариуме идешь и над тобой везде рыбы плавают блин ну классно не знаю ты можешь вот так просто посмотреть наверх мне вообще океанариум вот эта вся вот эта тема да вот это вот океан да чего мне это нравится все всякие вот эти вот морские гады всякие вот это прикольно зоопарк он как бы у нас есть но там все таки уже я думаю животных и побольше животных там побольше возможно ну и сидят они наверное уже поинтереснее чем в нашем да наш уже старый такой зоопарк там все таки как ни крути да северная столица россии нашей большой страны короче зоопарк океанариум исаакиевский собор это мы просто на улице будем гулять посмотрим спас на крови большая это что храм да да это вроде бы если не ошибаюсь там место где убили александра второго или александра третьего где спас на крови спас на крови спас на крови там даже есть место оно даже как бы огорожено где убили александра второго прямо внутри церкви вот этой вот в храме в этом вот хотим сходить туда дворцовая площадь это просто гулять там стоит шпиль такой большой и сверху ангел я его видел такой посмотреть посмотреть вообще по городу памятники походить там медный всадник там много там много памятников разных достопримечательностей много-много львы с крыльями эти золотыми крыльями тоже классно аврора корабль аврора но наверное во внутрь мы туда не пойдем посмотрим там что-то билет стоит полтыщи если на каждого взять полтыщи две тысячи как бы мы снаружи посмотрим аврору пофоткаемся во внутрь не знаю будет ребятам интересно или нет на военном корабле ну посмотрим мне тоже кстати может интересно будет так а еще друзья один важный такой момент я хочу посмотреть место где снимали фильм с Сергеем Бодровым фильм брат побывает в некоторых местах не везде но в некоторых местах я точно побываю мне очень охота этот фильм мне нравится вот особенно там где он сидел когда брата искал там на каменной лавочки скамеечки сидел на берегу Невы я думаю Исаакиевский собор там тоже где-то есть на фонтанке где квартира Пушкина да на мойке река Мойка там речка Мойка там квартира Пушкина он там тоже квартиру искал в общем походить маленько вот по таким вот местам если попадется я уже с интернета скачал карту где находятся места где снимали фильм брат вот и так что тоже охота вот так вот походить вот пока такие наши планы еще раз повторюсь едем мы по северу из Краснокамска через Тотьму через Киров через Вологду вот и в Санкт-Петербург живем мы в Тотьме снимаем квартиру а в Питере снимаем отель мансарда на шестом этаже с выходом на чердак с таким оборудованным ну планы куда мы пойдем мы уже вам рассказали выезжаем в воскресенье в пять утра в шесть утра пять встаем в воскресенье в шесть утра да приезжаем в Тотьму вечером поздно уже в восемь в девять ночуем и в Питер и так же примерно в восемь девять мы приезжаем в Питере ночуем и на следующий день уже получается так двадцать пятого мы выехали в Тотьме двадцать шестого выехали двадцать шестого вечером в Питере двадцать седьмого числа с двадцать седьмого по второе мы начинаем уже гулять по Санкт-Петербургу наслаждаться нашей красивой столицей северной нашей красивой северной столицей пока друзья думаю на этом будем заканчивать подписывайтесь на наш канал смотрите видео скоро начнутся самые интересные видосики как мы поедем где-то много их скоро выйдет видео что мы с собой берем в дорогу мы будем что будем по дороге есть какие продукты с собой берем одежду и так далее все это вот друзья будут интересные видео подписывайтесь нажимайте на колокольчик чтобы не пропускать сейчас будем заканчивать всем удачи друзья до новых видео всем пока пока до новых встреч